Держи, держи, держи. Полет импровизации, где от захвата до броска одна секунда и порой столько же от защиты до нападения. Поединки проходят на татаме, закупленных региональной федерацией дзюдо с помощью попечительского совета, который возглавляет Владимир Аветисян. Заметитель председателя правления ОРОСНА, советник гендиректора госкорпорации Ростех, руководитель Самарского рекотделения Союза машиностроителей России. Назвать путь борцов к победе мягким, а именно так с японского переводится термин дзюдо, невозможно. После 10 лет ежедневных тренировок Раиф Арыков кладет на лопатки даже более крупного соперника. Признается, выручает стаж и любимый прием. Бородок называется спина с колена. Это как? Надо взять руку и подсесть под него, чтобы он через тебя кувыркнулся. У нас рост разный был, тяжело было подстраиваться под его рост. Он выше намного. А так в основном все нормально прошло. По мере всей силы вышли и представительницы прекрасной половины человечества. Как и юноши, они буквально живут дзюдо. Каждый день тренируясь не менее пяти часов. Я из маленького поселка. Видимо, просто нечем было другим заниматься. Я пришла именно сюда. Но мне понравилось тем, что характер изменился. Меньше стало. Заняется там, допустим. Более выдержанно. Взрослело, можно сказать. Девушек у нас, конечно, не очень много. Наверное, их в пределах 10 человек всего. К сожалению. Вроде у нас результат высокий по девушкам. Есть и победительницы, и призерки Европы, и первенство мира есть. А вот массовости пока, к сожалению, нет. Только мастерство. А у ребят, наоборот, вроде массовость есть, а мастерства пока не хватает. Победители этих соревнований отправятся на первенство Приложского федерального округа, а оттуда на всероссийские состязания. А Самара уже в этом году примет события мирового масштаба. Чемпионаты Европы подзведут среди клубов, на котором ждут не только сильнейших борцов Старого Света, но и первых лиц сразу нескольких государств.